Добрый день, уважаемые журналисты, добрый день, гости пресс-центра «Актив». Мы начнем нашу пресс-конференцию, которая посвящена первому международному фестивалю современной режиссуры «Встречи в Одессе», который пройдет на сцене Одесского русского театра с 15 по 20 июля 2016 года. Я представляю наших вестей. Это художественный руководитель фестиваля, директор Одесского академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Украины Александр Капайнера. Здравствуйте. Александр Мартин, руководитель фестиваля драматуры «Заслуженные деятели искусств Украины» Добрый день. И наш третий гость Евгений Лавринчик, заслуженный деятелем искусств Польши, основатель и художественный руководитель Польского театра в Москве, московский шоу, академического мастерства и режиссур. Добрый день. И Александр, я хочу по этому слову. Расскажите, пожалуйста, что за мероприятие нас ждет? Кстати, у вас тоже руководитель. Тоже рядом с ума, с ума, руководитель. Я просто как бы возглавляю все это. Они все рулят по-взрослому. И так, действительно, у нас в этом году впервые будет происходить то событие, о котором вы сказали, первый международный фестиваль современной режиссуры, встречи в Одессе. Почему мы пошли на это? Два года мы не можем решить вопрос проведения самого большого театрального фестиваля, ну, искупивших на Украине и самого большого в Одессе. Имеется в виду сугубо театрального фестиваля, встречи в Одессе. Традиционно сентябрь. Первое число посвящено, это по улыбке, в день рождения нашего любимого города. И тут в случайном разговоре мы начали искать какие-то новые формы. Почему мы не можем провести? Потому что нет средств. А вот в случайном разговоре с Александром Евгеньевичем, а потом отключился Евгений Лавренчук. И вот все вместе искали какой-то путь, какое-то решение, потому что забывать слово «встреча в Одессе» – это, наверное, неправильно, потому что, в общем-то, фестиваль занял свое достойное место. Мы никак не можем провести юбилейный. Но, надеюсь, наступит светлое будущее этого фестиваля, когда мы действительно отметим юбилей. Добрый день! Будьте добры, представьтесь. Александр Евгеньевич Капайгора, директор Одесского академического русского драматического театра. Основная цель этого красивого фестиваля – чтобы, во-первых, не забывали, что существуют наши власти, наши одесситы, чтобы не забывали, что существует фестиваль традиционный, большой, огромный встречи в Одессе, такой, который мы проводили 9 лет, надеемся провести 10-й год. И очень важный момент – показать молодых режиссеров. Показать молодых режиссеров новое веяние, новое понимание, новое прочтение, новый подход, новый взгляд. То, что мы зачастую иногда боимся приглашать. Потому что у нас проблема всегда самая важная, самая сложная. Потратить деньги так, чтобы потом зритель в течение 3-4-5, а то и больше лет, приходил в театр. А молодые – мы рискуешь, боишься этого. А когда происходит фестиваль, и вот одним бахом среди всех этих режиссеров и всех этих работ, вдруг проявляется, что все четыре работы, которые ребята будут ставить на сцене нашего театра и работать с нашими артистами, они все четыре окажутся фантастически интересными. И будет потом продолжение фестиваля в фестивале. То есть он может открывать сезон новыми спектаклями и так далее, и так далее. Посмотрим. Потому что мы сами, в принципе, сегодня находимся в определенном эксперименте. Как впервые много лет сказал Александр Евгеньевич Мордань, 12 лет назад мы создали, проводили конференцию «Русский театр» в Украине, все шарахались этого. А потом это объединило всех директорский и режиссерский корпус всей Украины, и все с огромным гостем к нам приезжали. Тогда мы в следующем году попробуем поиграться в другой вариант, а именно других режиссеров пригласим. Если это произойдет удачно, эксперимент, если пройдет хорошо. Это для театра жизнь новая. Александр Евгеньевич, озвучьте, пожалуйста, даты, когда будет проходить фестиваль. 15, 17, 18, 19 и 20 июля на сцене Отецкого академического театра. А репетиции уже идут полным ходом. Спасибо.